Приветствую вас! Итак, проблема заключается в том, что муж узнал о том, что у вас появился любовник, и ваш муж сидит в тюрьме, а я его очень люблю. Ну, давайте для начала зададимся вопросом. Если вы его любите, то любовник тогда как вообще мог появиться, если вы его любите? Знаете, на самом деле, это не важно, что с мужем, вот, объективно. Объективно не важно, что с вашим мужем, вообще, совершенно. Важно немножечко другое. Важно то, что вы сами себе не отдаете, видимо, от счета в том, что делаете вы. Вот я люблю человека, да, как бы галактировый. Для вас любовь – это что? Ну, вот просто, если подумать. Любовь для вас – это что? Вот, например, по общему правде любовь – это когда человек хочет другого сделать счастливым. Когда человек заботится, ну, о другом. Когда человек как-то, вот, что-то делает для другого. Когда человек пытается улучшить, облегчить жизнь другого. Понимаете? Вот это вот любовь. А вы, когда, ну, я вас не обвиняю, конечно, просто хотя бы до правды какой-то вот, знаете, по возможности добраться до правды. Вы его любите, говорите вы. Хорошо. Хорошо, что вы его любите. Но вопрос – как эта любовь проявляется? Вот, ваш муж отбывает наказание. Да, плохо, конечно, безусловно, плохо. Очень плохо это, что он отбывает наказание. Но так получилось. И вы либо принимаете это, либо нет. Понимаете? У вас ситуация складывается так, что вы, вроде бы, с одной стороны, мужа своего принимаете. То есть, вы принимаете его вот таким, отбывающим наказание. А с другой стороны, вы, как бы, и говорите – нет, дорогой, я не принимаю тебя. Я не хочу, чтобы, не хочу, там, себя чем-то ограничить. Мне не нравится, что, вот, я одна, мне хочется, там, ласки, мне хочется тепла, мне хочется заботы, мне хочется внимания, мне хочется надежности, мне хочется удовольствия и так далее. И вопрос, опять же, опять же, в том, можете ли вы мужа посвящать, там, насколько я знаю, жены допускаются до мужа и, в принципе, можно даже в интимные отношения вступать, но там есть свои разные нюансы. Ну, вы это как-то все не учитываете, вы, судя по всему, идете по самому легкому-легкому пути. И дело, опять же, здесь не в том, что вы не правы, я и кто-либо другой обвинять вас в том, например, правы вы или нет, мы не будем. Это не наша, слава богу, как бы, юридикция, да, мы не для этого, мы для того, чтобы вам помочь. Понимаете? И я хочу, чтобы вы задались вот этим вопросом. Если я люблю своего мужа, как мои действия укладываются в то, что я его люблю? А если меня любовник, значит, это о чем говорит? Ну, о чем-то это говорит. Это говорит о том, например, что вы неудовлетворены. Это говорит о том, например, что вам, ну, что вы нуждаетесь в защите. Опустим. Вот. И вообще-то это нормально, что вы нуждаетесь в защите. Но вы мужа своим об этом сказали, что вы, например, нуждаетесь в защите. Вы ему до мужа своего донесли, вот этот вот факт, что, что вы, там, что вам плохо, что вы одиноки, что вы очень скучаете по нему. Ага. Попробовали ли вы, там, допустим, к нему, там, как-то вот приехать, может быть, провести время или поговорить или что-то еще? О. Как проявляется ваша любовь, если вы его любите? Если нет, это вот другой вопрос. И главное, появился любовник. То есть я не просто как бы переспала с кем-то, а именно у меня любовник появился. То есть это, получается, неоднократно, несколько раз, несколько раз, как минимум, регулярно вы с ним, видимо, ну, пересекались. Вот так, да. И как-то это все вот не очень укладывается в ту схему, которую вы описываете. То есть это не укладывается в то, что вы любите его именно. Вот. Значит, второй момент, это почему у вас появился любовник вообще. То есть как он появился, почему он появился и так далее. Это вот тоже очень важный момент. Потому что если любовник появился, значит, ну, на это есть причины. И вы любовника, скорее всего, опять же, используете для получения того, что вот вам не хватает с мужем. Это понятно, муж далековский, муж отбывает наказание, вам ничего дать не может. Ну, так вы будьте честны по отношению к себе и говорите, скажите, что мужу, что вот, представь, дорогой, прости, там, я чувствую, что мы с тобой, там, например, отдаляемся, да, и я как бы не могу больше, там, например, с тобой находиться. Или, там, давай подумаем о разводе, или еще что-то вот такого типа. Вот. Но вы же этого ничего не делаете, да, вы же мужа своего-то, получается, убедили в том, что он может на вас как-то вот положиться, да, и в этом контакте это чуть ли не придат. Особенно, если его, ну, если его осудили, значит, на отбывание наказания незаслуженно, то есть он незаслужил наказание. Кстати, за что он отбывает наказание, это вопрос тоже довольно серьезный, потому что от этого много чего зависит, надо сказать. Вот. Вот. То есть, вот такие вот моменты. И, исходя из этого, исходя из того, что я сказал, ну, я думаю, что можно сделать вывод какой? Я думаю, что можно сделать вывод следующий, что у вас с вашим мужем, значит, будущее есть, и оно подразделяется на два основных момента. Да. Момент первый, это то, что вы просите у него прощения за то, что вы делали, всяких любовников шлете далеко и надолго, учитесь, скажем так, ну, выживать, не выживать, адаптируетесь к условиям, в которых вы оказались, да, то есть вот адаптируетесь к тем ситуациям, к той ситуации, в которой вы сейчас. И, значит, вы справитесь с моим отношением, вместе проходите через все это, и в итоге остаетесь, ну, вместе и сохраняете брак. Либо вы говорите ему о том, что, прости, дорогой, я устал так жить, я не хочу больше так жить, мне это надоело или я не могу так. И, соответственно, говоря ему так, вы, значит, разрываете брак, разводитесь с ним, ну, и, в общем, каждый идет из вас своей дорогой. Муж не ждет вас, вы не ждете мужа, в общем, можно, ну, можно, можно с некоторой натяжкой сказать, что все довольны, все счастливы и так далее. Но это, тем не менее, ваш выбор. Потому что, по-другому, быть с мужем и с любовником, ну, это невозможно, это невозможно, потому что кто-то обязательно будет недоволен. И здесь я хочу вам только сказать, что муж, он вот каким бы ни был, что бы у него там не произошло, что вот он оказался там, где он сейчас, я думаю, что он все равно ваш муж. И до тех пор, пока вы женаты, и до тех пор, пока вы не решили разводиться, этот человек, он, ну, часть вашей семьи. И его нельзя так просто взять и, может, ну, предать, отвернуться от него, да, и так далее. Вот это было бы, опять же, несправедливо по отношению к нему, к нему. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно для себя решить, чего вы хотите. Я думаю, что вам нужно для себя определить, что для вас дорого, и, ходя из этого, уже выстраивать свою линию поведения. Уверен, муж вас может простить, если вы ему объясните, что вам нужно было ощущение надежности, и что вы, собственно, из-за этого и изменили ему. Вот. Ну, а если вы решите, что вам с мужем не по пути, ну, значит, так вам будет быть, но нужно, знаете, если честно, это сказать. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok